Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин, сегодня тема лекции уроков следующая Недостаток ЦИ, общего ЦИ для нашего всего с вами тонкого энергоинформационного мира который кроется в 12 энергоинформационных меридианах, которые расположены на теле каждого человека По данным исследованиям меридианы формируются в утробе матери у младенца на третий месяц Вот вам пожалуйста, то есть никто из нас с вами не избежит, скажем так, энергии Инь-Янь которая движется в общем энергетическом балансе всех 12 миллиардов Вот частенько мы говорим в своих лекциях, общий энергетический баланс, из которых берется Инь-Янь Эти две энергии, две противоположности, два начала, которые всегда сопровождают человека белое и темное Либо плюс, либо минус, либо холодное, горячее и так далее и тому подобное Две противоположности, которые должны пребывать в гармонии Но вопрос сразу, а хватает ли у человека энергии для того, чтобы эта гармония бралась с этих 12 миллиардов? Ответ, а человек скажет, я не знаю Ну то давайте скажем с вами, что недостаток ЦИ, общий ЦИ, из которого вытекает энергия Инь-Янь Является отсутствием средств для чего? Для нашей с вами жизни В человеке нет жизни, человек существует только на физическом уровне, на материальном То есть он носит свое тело болезненное и не может с ним справиться Почему? Потому что в нем нет энергии, энергии ЦИ, из которой берется Инь-Янь Это отсутствие ЦИ, это нужда Нужда в чем? В энергии, в какой? В жизненном, в жизненном потенциале Это несовершенство энергии Инь-Янь Почему? Потому что человечество несовершенствует, оно только говорит, оно болтает только Вот мы занимаемся совершенством, поверьте, люди только болтают Если они не знают диагностики 12 миллиардов, не проводят ее, не показывают в каком состоянии Инь-Янь То о каком совершенстве идет речь? Потому несовершенство общего энергетического баланса, на которое практически многие иглорефлексотерапевты не обращают внимания Это отсутствие нужного количества ЦИ Вот сколько нужно количества ЦИ? Согласно моей диагностике, это 28-30 математических единиц Каких? Простых Вот когда проведешь диагностику человека, проведешь общий энергетический баланс, покажешь И уже по общему энергетическому балансу можно сказать Можно дальше консультировать человека и сказать ему Слушай, это у тебя уже общий баланс слабый То уже на меридианы можно не смотреть, даже не обращать внимания на них Почему? Потому что не будут работать меридианы, если общий энергетический баланс не соответствует чему норме В нем недостает энергии ЦИ И когда недостает энергии ЦИ, тогда мы составляем рецепт сакупунтурных точек И точка МЦ7 долинь является точкой, которая влияет на общий баланс ЦИ То есть через данную точку МЦ7 долинь мы можем что? Пополнить энергию ЦИ Общую, из которого рождается энергия Инь и Янь Помните об этом Но нам в помощь, как всегда, здесь мы четко скажем Диагностика 12 меридианов Если ваш рефлексотерапевт не показывает вам, в каком состоянии ваш энергетический баланс Общий, из которого выходит Инь и Ян То, пожалуйста, можете уходить от этого рефлексотерапевта Почему? Потому что мы не знаем, что он будет вам гармонизировать, восполнять В каком состоянии общий баланс Что он будет убирать, что он будет нормализовывать Как он будет поступать с этой энергией О которой даже он не понимает, о чем идет речь Поэтому, уважаемые зрители, диагностика 12 меридианов Нам в помощь Общий энергетический баланс выявляет картину Общего состояния человека Слабый он Если он слабый и все меридианы слабые Данная точка МЦ7 долинь тонизируется Ее можно тонизировать, раздражать с помощью иглы, с помощью массажа А также с помощью прогревания Но вы это должны сделать только тогда, когда Диагностика 12 меридианов подтвердила вам ваши сомнения Что вас не достает энергии ЦИ Какой? Жизненной Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok